МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА КОЖА. Есть ли такое понятие? Да, обезвоженная кожа такое понятие есть, и оно иногда бывает связано с временем года, иногда бывает как бы вот постоянное. Но здесь, прежде чем говорить об обезвоженной коже, хотелось бы разграничить понятие сухая кожа и обезвоженная кожа. Признаки могут быть очень похожими, но когда мы наблюдаем сухость кожи, это может быть как обезвоживание, так и недостаток липидной части, так как наша кожа имеет именно водно-липидную оболочку, и недостаток того или другого может проявляться как сухость кожи. Под обезвоженной кожей мы понимаем именно недостаток влаги. Обезвоживание, оно более всего проявляется действительно в жаркое время года, и когда есть атмосферная влага у нас в воздухе, когда нет актива высоких температур, риск обезвоживания снижается, но защищать кожу всё равно необходимо практически круглый год. Вот сейчас, когда в квартирах дадут отопление, воздух дома станет тоже сухой. Это будет как-то влиять на состояние кожи? Да, вот опять-таки здесь в холодное время года отопление играет не лучшую роль, и тоже может вызвать обезвоживание, сухость кожи. Понятия, вернее, симптомы обезвоженной кожи, получается, где-то близки, где-то далеки друг от друга, но вот может ли женщина сама, глядя на себя в зеркало, определить, что у меня обезвоживанная кожа? Практически да, обезвоженная кожа, она проявляется и визуально, это может быть такое мелко-чешуйчатое шелушение, может быть не совсем ровный рельеф на коже. И в первую очередь оно, наверное, определяется по ощущениям. Ощущение сухости, стянутости кожи. А обезвоженная кожа, она также имеет не совсем здоровый цвет. Она будет приобретать немножко тусклые оттенки. А есть такое понятие переувлажненная кожа? Встречалось ли вам вот такое явление? Переувлажненная кожа, если, как сказать, в домашних условиях или с помощью эстетических процедур переувлажнить кожу невозможно. То есть влагу возьмет ровно столько, сколько нужно? Да, кожа берет ровно столько, сколько ей нужно, за исключением, если это идут инъекционные процедуры, когда вводится гиалуроновая кислота. Здесь, опять-таки, это надо очень постараться, чтобы произвести, вести больше, чем нужно. И, как правило, это будет временный процесс. Это могут дать переувлажнение только инъекционные процедуры. Я правильно понимаю, что вообще процесс увлажнения кожи им впрок запастись нельзя? Это процедура, которая должна проходить регулярно? Да, совершенно верно. Но здесь еще, опять-таки, вернемся, в большую роль играет водно-липидная оболочка, то есть липидная оболочка нашей кожи. Потому что липидный слой, он как раз-таки будет защищать от обезвоживания, от испарения вот этой влаги. И когда мы говорим об обезвоживании, мы никогда не должны забывать и вот об этом липидном компоненте на коже, который создается кремами. Кремами, и тоже существуют разные основы для кремов. Но когда низкая влажность в воздухе, тогда нам необходимы крема, содержащие именно вот липидную оболочку. И это тоже будет... Здесь защита от пересушивания будет являться также и увлажнением. То есть очень большую роль играет сохранение влаги. Женщины с сухим типом кожи, значит, получается в группе риска. Совершенно верно. А женщины с жирной кожей? Вот жирная кожа, она тоже может быть обезвожена. Но здесь меньше риска, потому что опять-таки есть собственный липидный слой, который будет в некоторой степени защищать от обезвоживания. Но это присуще любому типу кожи, обезвоживания. То есть риск есть, всегда есть. Что можно сделать дома? Мы пока не говорим о походе к косметологу. Мы пока говорим о домашних каких-то процедур, о каких-то маленьких секретах. Да, но дома – это не секрет. Это то, о чём говорят очень многие косметологи. И это практически секрет. Вот я сколько читала, там секрет молодости любой звезды. Они очень часто об этом говорят. Но наши женщины почему-то не всегда это слышат. Хотелось бы повторить ещё раз. Самое важное, что женщина может сделать для своей кожи в домашних условиях, это соблюдать водный режим. Женщина должна принимать… 2 литра воды – это усреднённое количество жидкости в день. Точнее, это 30 грамм на каждый килограмм тела. То есть если же вес… Так легче рассчитать, да? Да. То есть если вес женщины 50 килограмм, это будет 1,5 литра. Если у женщины вес 80 килограмм, допустим, это уже будет 2 литра 400. Это минимальное количество жидкости, которое женщина должна выпивать. И это основа увлажнения всего организма, в том числе и кожи. Увлажнить кожу без необходимого количества воды в сутки очень сложно. И сохранить эту влагу вот это вот в первую очередь. И также хотелось бы сказать опять-таки о липидной составляющей нашей кожи, которая будет зависеть от количества жирорастворимых витаминов в организме. То есть это витамин Е и витамин А. Витамин Е – это считается вот такой женский витамин, который нам необходим. Также вот витамин А. И это является необходимое… То, что мы должны получать с пищей. Эти богатые витамином А и витамином Е продукты – это растительные масла холодного отжима, это сливочное масло, сметана, молочные продукты. Ну вот желательно концентрированные. То есть и также орехи. И также орехи. Да, это… Ну я призываю женщин в первую очередь дома следить именно вот за своим рационным питанием, за содержанием витаминов и водный режим. Если женщине некогда соблюдать всё это, ну она очень старается, следующий шаг – это поход к косметологу. Что сейчас предлагает современная косметология? Для того, чтобы вообще как быстро этот процесс, скажем так, ну можно реабилитировать кожу и насытить влагой? Это хотя бы вот так вот первый этап. Да, здесь опять-таки в салоне существует множество процедур. Это могут быть эстетические процедуры, это могут быть аппаратные косметологии, инъекционные. И основная часть всех салонных процедур, она как раз-таки и направлена на то, чтобы увлажнить кожу, восстановить водно-липидную оболочку. Прежде всего мы начинаем именно с восстановления вот этой естественной водно-липидной оболочки. Потому что опять-таки сколько мы кожу не будем увлажнять, если не будет липидного компонента, это все будет очень быстро улетучиваться. Салонные процедуры в основном идут на внедрении в кожу гиалуроновой кислоты. Что такое гиалуроновая кислота? Гиалуроновая кислота – это тоже такое сейчас, уже такое известное слово, так можно сказать. Гиалуроновая кислота – это межклеточное вещество нашей кожи, которое удерживает влагу. Потому что влага, она у нас опять-таки просто так держаться не будет. H2O, она очень быстро испаряется, улетает. И вот в нашей коже ее удерживает именно гиалуроновая кислота. Но с возрастом, как и многие процессы, синтез гиалуроновой кислоты снижается, снижается ее качество и вот эта способность удерживать влагу. Поэтому приходится стимулировать процесс. Есть процедуры, которые направлены на стимулирование выработки гиалуроновой кислоты самой кожей. Это во-первых. Во-вторых, когда мы ее внедряем уже нанесением на поверхность кожи с помощью аппаратных процедур. Потому что гиалуроновая кислота – это такое вещество, которое имеет большую молекулярную массу. Это крупная молекула, которая теоретически не может проникнуть через цельный кожный покров в глубокие слои кожи, там, где ее место на самом деле. Но использование ее наружно тоже имеет место, имеет свои результаты. Как раз-таки именно на сухой коже, на которой могут быть какие-то микротравмы, микротрещины. Вот это как раз-таки оно способствует проникновению. Но эффективнее всего, когда она вводится под действием микротоков. Это достаточно простая процедура, просто она требует определенной аппаратуры. Когда мы под действием микротоков можем ее вводить, либо когда это уже вводится инъекционно, либо также есть процедура, когда гиалуроновая кислота вводится с помощью аппарата, который делает небольшие проколы, такие вот сверху буквально на уровне царапинок. Но опять-таки это микротравмы, которые будут стимулировать неокалогенез и позволят гиалуроновой кислоте проникнуть в более глубокие слои кожи. То есть выход есть? Конечно. На сегодняшний день по увлажнению кожи различные методики. И здесь на выбор. То есть кто не хочет прибегать к инъекционным процедурам, альтернатива эффективная тоже есть. И последний вопрос. Какого возраста нужно начинать это делать? Когда запас влаги уже катастрофичен? Да. Это вопрос немножко индивидуальный. Синцис гиалуроновой кислоты снижается уже с 25 лет. Но большую роль всегда играет профилактика. Но первоначально, если это возраст до 25-30 лет, мы, как правило, не часто наблюдаем обезвоживание кожи. Но бывает даже в этом возрасте. Это немножко индивидуально. И опять-таки зависит и от сезона. Но однозначно с 30 лет, когда нужно следить за уровнем влаги в коже. Спасибо большое, Мария, за интересную беседу. В память о нашей встрече свежий выпуск газеты «Рабат». Газета только вышла сутки назад. Есть что почитать. И мы дарим вам бутылку вкусного, полезного напитка. Легенда на основе настойки радиолы розовой. Полезная, природная, вкусная. Напитков много, а полезная легенда одна. Спасибо вам большое за то, что вы нашли время для нас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова